Всем привет! Меня зовут Валя и я рассказываю о жизни в Америке. Сегодня я хочу рассказать несколько интересных фактов о американской школе, школе в Соединенных Штатах Америки. Примерно 87 процентов детей школьного возраста ходят в простую государственную школу в Америке, другие 10 процентов ходят в частную школу и 3 процента учатся дома. Американский учебный год не имеет определенной даты. Большинство школ начинаются в августе, а некоторые школы начинаются в сентябре уже после праздника Дня труда. Большинство штатов Америки требует от школ по крайней мере 180 дней, когда ученики находятся в классе. В школах примерно половины штатов каждая утро начинается с клятвы верности американскому флагу. Как ученики добираются до школы это всегда является большим вопросом в Америке. Транспортная система американская, которая только школьная транспортная система, является самой большой транспортной системой в Америке. 440 тысяч автобусов перевозят больше чем 24 миллиона детей каждый день. Средняя зарплата учителя в Америке составляет примерно 50 тысяч долларов. Директор в школе в среднем зарабатывает 97 тысяч долларов. В Соединенных Штатах Америки почти 8 миллионов людей работают как учителя или директоры школ. Другие работники в школе, например водитель школьного автобуса, получают примерно 16 долларов в час. А уборщик, который также делает мелкий ремонт в школе, получает примерно 14 долларов в час. И работница столовой получает примерно 11 долларов в час. Все эти работы почасовые и часто они не представляют возможности заработать достаточно денег, чтобы на эти деньги прожить. Более 31 миллиона детей включены в программу, чтобы они получали бесплатный или очень дешевый завтрак и обед в школе. Если считать затраты на каждого студента, Соединенные Штаты Америки тратят больше на обучение, чем любая другая страна. К сожалению, эти затраты не всегда окупаются. И на данный момент по статистике, по качеству образования Соединенные Штаты Америки аж на 14 месте. 6% детей младшего возраста не смогли перейти в следующий класс и остались на второй год. 11% детей возраст от 12 до 17 лет тоже повторяли один и тот же класс дважды. 67% всех студентов говорят, что им школа вообще-то нравится. Но не всегда учителя соглашаются. 14% новых учителей, которые пришли только первый раз в школу, уходят в первый год. Они решают, что это вообще не их дело и они ничего больше не хотят учить. 33% уходят в первые три года. Это значит, почти 50% учителей не протягивают в школе больше, чем три года. Школьное образование в Америке является обязательным, и дети начинают ходить в школу примерно в пять лет. Конечно, когда мы говорим о школе, мы говорим с первого по 12 класс. Но в Америке это не совсем так. В большинстве штатов теперь дети обязаны ходить еще в подготовительную группу, которая называется K или Kindergarten. И во многих штатах также просят родителей приводить детей в Pre-K. Pre-K это детский садик, в принципе, но где начинают детей чему-то обучать, как-то давать им возможность понять, о чем будет школа. Вся американская школа делится на три группы. С Pre-K или K до 5 или 6 класса это начальная школа. С 6 до 8 класса это средняя школа. И уже с 9 до 12 это старшая школа. По-английски первая школа будет Elementary, младшая, элементарная. Средняя школа будет Middle School, а высшая школа или последняя класса будет High School. Высокая, да? High School. Очень просто запомнить. Элементарная, средняя, высокая. Полное школьное образование считается 12 классов и плюс подготовительный класс, который называется Kindergarten. Но в 16 лет большинство студентов имеют возможность уйти из школы, если они хотят уйти из школы. И это называется Dropout. Dropout это человек, который не закончил школу. Легально в Америке в 16 лет студент может решить, что он больше в школу уходить не хочет. По крайней мере 3 миллиона детей не заканчивают школу и уходят, не получив диплома. Из этого выливается следующая статистика, что 75% всех преступлений совершаются людьми, которые не закончили школу. Вот такие сегодня у нас факты про американскую школу. Если вам было интересно посмотреть это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, пишите, что же интересного в вашей школе. И до следующего раза. Bye-bye!